Более сотни специалистов, предпринимателей, спортсменов, артистов и представителей власти под руководством губернатора Ростислава Готштейна вошли в состав делегации Еврейской автономной области на 7-м Восточном экономическом форуме. За 4 дня активной работы представителям ЕАО необходимо подписать 11 деловых соглашений и в полной мере доказать инвестиционную привлекательность региона. В приветственном слове участникам президент России Владимир Путин отметил, что форум пользуется международным авторитетом и вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, способствует привлечению инвестиций и совершенствованию технологий, а также развитию Дальнего Востока. Похожие цели ставит перед собой и делегация еврейской автономии. Для меня, в первую очередь, как заместителя по социальной сфере, это понимать, какие инфраструктурные проекты планируются к реализации в области и не допустить того, чтобы социальная инфраструктура где-то отставала, не удовлетворяла запросам инвесторов. Одним из наиболее важных событий, на мой взгляд, станет обсуждение лекарственной безопасности нашей страны в работе этой площадки примет участие губернатора области Рослава Эшгельштейн, а модерировать будет ее наш депутат Государственной Думы Александр Петрович Петров. Основная тема ВЭФ-2022 на пути к многополярному миру, где каждое государство и народ выбирает свой суверенный путь развития. Именно Азиатско-Тихоокеанский регион обладает всем необходимым для продвижения этих процессов. В связи с этим соседство автономии с Китаем приобретает повышенную ценность. Наша область имеет большой потенциал в развитии отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, во-первых, у нас четыре международных пункта пропуск, один из которых – железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинска. Такие логистические возможности и возможности экспорта грузов нашим ближайшим соседям открывают, я считаю, огромные перспективы для торговли. Мероприятия форума традиционно проходят в формате круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира. Представители ЯО примут участие в ключевых сессиях, посвященных роли Дальнего Востока в новой архитектуре международных отношений, развитию авиационной промышленности, сельского хозяйства и туризма, вопросам здравоохранения, образования, реновации дальневосточных городов. Ожидается подписание 11 соглашений. Как руководитель медиахолдинга я хочу сказать, что нам понятно теперь, как вообще выстраивать информационную политику, что нужно больше выезжать в регионы, куда сегодня заходят инвесторы. Как депутат законодательного собрания мне сегодня понятно, куда движется область. Мне видно, я могу с коллегами поделиться тем, что действительно идет мощное развитие. Деловая программа форума рассчитана на 4 дня с 5 по 8 сентября. Ну а павильоны выставки улицы Дальнего Востока, где традиционно представлен и павильон Еврейской автономной области, будут открыты для посещения вплоть до 11 сентября. За 6 лет работы именно на площадках Восточного экономического форума приняты такие ключевые решения для стимулирования экономики и социальной сферы, как дальневосточная ипотека, дальневосточный гектар. Какие результаты принесет ВФ-2022 для развития Дальнего Востока и ЕАО, в частности, узнаем через несколько дней. Вячеслав Пасманек, Павел Славин, Новости 21.